он мне нужен что ты будешь с ним делать? он мне вот это ши-ши 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 на пасык хочешь такой замочек себе? да хорошо здравствуйте мои прекрасные зрители желаю всем доброго утра сейчас очень-очень рано еще нет 9 часов утра я отвела Данечку в сад и поеду в очень интересное место я сама в таких местах очень люблю бывать в преддверии весны я хочу выбрать несколько растений на балкон мы в принципе уже определились какие растения мы хотим когда-то у нас были очень красивые террасы когда-то это было до рождения двух младших детей а потом мы просто поняли что мы не справляемся с уходом за этими растениями потому что в жаркое лето если невозможно полив поставить автоматически на одной террасе у нас этого сделать нельзя соответственно получилось что погибли растения на самом деле они не погибли они просто начали болеть очень плохо выглядеть и как мы не пытались их реанимировать а у нас не получилось это сделать когда-то террасы были очень-очень красивые но сейчас остались только кипарисы на одной террасе и их нужно стричь совершенно точно несмотря на то что я очень люблю стричь кипарисы сама купила себе даже ножницы для садовника меня расслабляет прямо-таки подстричь что-то кстати я купила ножницы когда еще были у нас другие растения мне очень нравилась стричь но нужно уже приглашать специалисты которые хорошие пилой автоматическое все в общем-то попилит и спилит хочу поделиться с вами новостями канала я как и говорила удалила ютуб студию но читаю сообщения на самом деле это гораздо удобнее вот если вы блогер возьмите себе на заметку когда вы постоянно в этом телефоне на самом деле такое ощущение что вы постоянно в этом телефоне в своей ютуб студии но и как будто бы как будто бы все на бегу вы делаете в то время как теперь я выделила час на чтение комментариев какие-то идеи беру на что-то отвечаю конечно же если стоит прямой вопрос и это очень-очень удобно и это очень минималистично потому что нет вот этого постоянно информационного потока в котором ты живешь действительно нужно уметь поставить границы на ту информацию которую даже ты хочешь пустить в свою жизнь но она должна входить в твою жизнь тогда когда тебе нужно когда тебе удобно так вот хочу спросить своих зрительниц точнее поделиться вот таким интересным способом закапывать масло касторовое в глаза непосредственно как капли об этом я уже слышала и читала в комментариях давно от своих зрительниц которые говорят точнее был один комментарий где прямо таки зрительница рассказывала за что ей большое спасибо что ей посоветовал окулист таким образом увлажнять и увлажнять изнутри в том числе века вот на самом деле я не смогла этот комментарий найти он был оставлен примерно полгода назад и вот я получила новый комментарий и подобное о том что да кто-то закапывает касторовое масло в глаза я надеюсь что я не ошибаюсь сейчас в комментарии я подчеркну где какое конкретно масло пожалуйста напишите действительно ли рабочий этот способ потому что меня это очень заинтересовало действительно бывает иногда и сухость в глазах у меня крайне редко я без отопления езжу даже в машине рассказывала и показывала как я люблю машину кстати водой почему я отливаю машину конечно же я могу сесть и прогреть за пять минут машину но как раз таки я отливаю машину когда она замерзает по той и так же причине что если я буду обогревать машину мы все прекрасно понимаем что это вот этот теплый воздух тебе в лицо который на мой взгляд крайне крайне не полезен для красоты нашей кожи соответственно если вы знаете поделитесь пожалуйста вашим опытом рабочий ли этот лайфхак я хочу купить касторовое масло и попробовать потому что касторовое масло мне всегда нравилось единственное что оно очень очень плотное и поскольку я теперь каждый день почти записываю видео мне нужны всегда чистые волосы у лица а конечно же касторовое масло очень плотно его потом даже если промакиваешь салфеткой с лица его трудно убрать его остатки и волосы у лица жирнятся очень очень быстро еще одну вещь которую хочу вам сказать не знаю видно ли или нет но сегодня я проснулась такая опухшая хорошо опухшая что мне не свойственно я посмотрела на себя в зеркало и очень удивилась думаю что же такое я съела а ела я салат я на самом деле никому не стала говорить и звать на капустную капустный марафон потому что на мой взгляд с капустой все не так просто я рассказывала как один раз я съела очень много капусты у меня очень сильно болел живот это такая тяжелая клетчатка которая не все готовы но капустный салатик молодость потерла капусту либо порезала потерла морковку и потерла яблоко и прямо таки заправила все это подсолнечным маслом каких-нибудь семечек добавила очень очень вкусно я также добавляю еще спирулину тоже показывала и вчера в этот салат я все по всей видимости ну не по всей видимости я вспомнила я его не просто посолила а переборщила солью потому что я не умею солить я крайне редко солю но что-то мне захотелось я на обед съела не соленый салат а на ужин подумала что съем салат солененький и вот по всей видимости это я и припухла это я к чему говорю потому что если вы хотите просыпаться красиво есть очень простой действенный способ но опять же мне часто в комментариях пишут все эти способы действительно очень очень просты но они потребуют от нас какой-то самодисциплины как минимум, то, в общем-то, вы будете просыпаться с прекрасным лицом, если вы не будете есть соленую пищу, уж тем более не будете есть ее на ночь, глядя, как вчера произошло со мной. Ну что ж, дорогие зрители, поедем, посмотрим. На самом деле, я буду выбирать растения в нескольких местах, но сегодня я поеду только в одно, и совершенно точно знаю, что там, скорее всего, договорюсь и сторгую, что на самое главное, по цене за стрижку, за обработку кипарисов. И видео про то, почему Levi's-то хуже, чем Gucci, и про самомаркетинг еще у меня не вышло, но вот я вам могу сказать, что я вообще на рынок-то, на рынок, надеваю все самое лучшее сразу практически, потому что, если ты хочешь, чтобы тебе рыбку без очереди положили, самую лучшую, еще скидку сделали, ты, в общем-то, выглядишь так, как будто бы ты весь прилавок можешь купить, но тебе скидку при этом сделают. Нужно одеваться хорошо на рынок, совершенно точно. Ну и вообще, когда ты куда-то едешь, что-то выбираешь, вот в сферу услуг, в сферу услуг лучше, в общем-то, показать, что ты такой вот важный-важный клиент сегодня, поэтому, да, в парикмахерскую обязательно нужно, ну, в моем случае, по крайней мере, точно принарядиться, все лучшее на диет. Что еще, да, вот на рынок тоже желательно норковую шубу накинуть на плечи, не мужнину дубленочку. Кстати, очень многие написали, что дубленка грязная. Нет, я просто снимала в туманный день. Сегодня, кстати, тоже туманный день, хотя должно быть очень-очень солнечно. И дубленка нормальная, чистая. Ну что ж, я выключаю камеру, стартую и покажу вам, какие растения, какие растения сейчас можно посадить, когда их лучше садить. В общем-то, проведу интересную беседу для меня самой, прежде всего, с людьми, которые разбираются растения, как раз-то лучше, чем я. Туманы в этой местности не перестают меня удивлять. Три минуты езды на машине, а туман еще более плотный, чем тот, который я вам только что показала. Ну что ж, я сейчас пройдусь по оранжерее внутренней, где растения, предназначенные для дома, например, такие орхидеи, много раз вы могли видеть их в кадре, такие орхидеи здесь, в Италии, стоят примерно 59 евро. А вот такие двухветочные орхидеи стоят, как вы видите, 15-20 евро, но без красивого горшочка, в которых я вам их сейчас показала, в которых они и стоят. Эти растения, если я не ошибаюсь, называются женское счастье, это растение, либо белый парус, также называется, считается растением с очень мощными свойствами очищать воздух и очень неприхотливое растение, и тоже оно у меня было. В особенности я люблю тещин язык, я считаю, что это прям-таки дизайнерский акцент в нашем доме, потому что листья очень насыщенные, и цветок очень и очень неприхотлив в уходе. Если будете выбирать растения, если вдруг вдохновитесь этим видео, растения для дома, пожалуйста, позвольте дать вам совет, выбирайте растения, которые, скажем так, очень графично, то есть яркий окрас и четкие формы. Вот такие растения, которые распадаются, кстати, у этих растений очень красивые глянцевые листья, они не очень хорошо смотрятся. В особенности я люблю, когда растения стоят друг рядом с другом, в ряд, например, три растения, вот опять же тещин язык, очень красивое растение, прекрасно смотрится. Оно смотрится в горшках, одинакового цвета, одинаковой формы, очень стильно, очень, как я люблю говорить в подобных видео, по-дизайнерски, я искренне рекомендую вам присмотреться вот к такому растению, причем небольшой формы. Также суккуленты мы видим на заднем плане, они тоже у меня были, и они тоже прекрасно смотрятся, что в круглых, что в квадратных горшках. Сейчас я покажу вам также горшки, уже увидела их издалека, обязательно пройдусь и посмотрю, что там есть интересное. И я очень люблю вот такие растения, они, повторюсь, неприхотливы в уходе, можно забыть полить, и они будут себя прекрасно чувствовать. А вот такие растения, их цена, как правило, 20 евро, они прекрасно смотрятся, являются прекрасной альтернативой срезанным цветам, потому что можно спрятать горшок, поставить в самую обычную непрозрачную вазу, и будет казаться, что это самый обычный букет. При этом стоять он будет очень и очень долго. Я люблю кактусы, но кактусы мне кажутся, опять же, хаотичными. Я люблю, чтобы все было ровно, симметрично, в особенности, опять же, если возвращаться к такому способу и приему, который я очень часто использую, я ставлю несколько одинаковых растений, возможно, разных по цвету, либо одинаковых абсолютно, но в разные горшки. Опять же, вот я это называю вариацией на тему тещиного языка. Внизу мы видим, вот такие растения тоже прекрасно смотрятся, а вот такие очень хорошо смотрятся на варочной панели, они небольшие по своему размеру. Такие растения тоже у меня были, очень хорошо смотрятся в маленьких горшках на полу, в особенности, если у вас белый пол, либо светлый пол, будут очень хорошо контрастировать. А вот эти растения, я не знаю, как они называются, тоже у меня были, тоже прекрасно смотрятся. Стояли они у меня на полу, в ванной комнате детской, и там не было столешницы, дети капали водой постоянно, разрушался пол, либо был риск, что он разрушится, и эти растения смотрелись очень хорошо вдоль стены. А это горшки. Горшки могут быть самые разные, я очень рекомендую вам брать дорогую ветру резина, вот, например, вот эти горшки в белом, либо в светло-сером цвете, я уже присмотрела, и посажу туда, скорее всего, растения, которые вам показала, одни из тех растений, которые вам показала, пока я еще не решила, приеду и решу. И эти горшки стоят примерно 17,50, все зависит от диаметра, все зависит от размера, но в целом, это не дешевые горшки, но я их вам очень рекомендую, они так называемые дышащие горшки, несмотря на то, что на ощупь нам всем может показаться, что это просто пластика-пластика, но есть классическая керамика, есть цементные горшки, но не рекомендую вам их покупать, потому что они, во-первых, царапают пол, если вы будете ставить на, например, на пол, который деревянный, хочу прикупить себе также такие тапочки, чтобы на балкон было удобно выходить и за растениями следить. Так вот, я говорила о горшках, что если они тяжелые, они могут царапать, и опять же, если они из материалов, которые царапают, пол, скорее всего, вы повредите, и если они тяжелые, вам будет неудобно их переставлять, а вот эти маленькие горшочки с маленькими растениями, вот такие не берите, очень сложно смотрятся такие горшки, по собственному опыту могу сказать, и очень хорошо смотрятся горшки вот такого бирюзового цвета, в особенности, если у вас светлый интерьер к бирюзовым горшкам, базам, присмотритесь, очень-очень красиво смотрятся. Так вот, я не закончила свою мысль, что легкие горшки, пластиковые горшки из ветра резины, которые стоят, к сожалению, не дешево, вы сможете переставлять ваши небольшие растения, куда заходите, по настроению туда и поставили. А вот такие горшки, я тоже их показывала, они тяжелые, они, скорее всего, керамические, и их очень-очень удобно использовать в ванной, как маленькие контейнеры. И эти горшки часто удерживают у меня фены, которыми я пользуюсь. У меня три средства, три способа, три, точнее, механизма для укладки волос. Это фен, это щипцы, это также инфракрасная плойка, и щетка, фен с крутящейся головкой. Могу сказать, что очень удобно туда ставить, и не опрокидываются, не опрокидываются эти высокие конструкции с фенами, потому что сами по себе горшки очень тяжелые. Очень удобно всякую всячину хранить на полках, потому что эту всякую всячину не видно, а смотрится все очень-очень красиво. Очень люблю бывать в подобных местах. На самом деле, у меня настроение повышается, как правило, я выхожу без покупок, так же, как и в этот раз, потому что я на самом деле не могу решить, не могу решить, что же мне из всей этой красоты нужно, и что в итоге я посажу, потому что, опять же, появляются идеи купить на террасы цветы, и купить, поставить, возможно, на прикроватные тумбочки цветы, и ты на самом деле уезжаешь, не знаешь, не знаешь, что же тебе хочется. Это растение, которое уже не предназначено для того, чтобы стоять внутри помещения. Это растение для улицы, но все, практически все растения, которые я вам сейчас показываю, вот эти елочки, они стояли у меня дома, и могу сказать, вот конкретно этот цветок тоже у меня был, могу сказать, что, конечно же, они осыпаются, и вот этот цветок тоже у меня был. На самом деле, у меня особенная любовь к таким растениям, не цветущим, к суккулентам, ну и также вот к таким елочкам, не знаю, не знаю, как они называются, и да, осыпаются, но опять же, если вы покупаете растение, и вас устраивает мысль о том, что два месяца простоит, оно у вас будет радовать своей зеленью, то, в общем-то, почему бы, и почему бы и нет. Ну что ж, вот такой туман, я закончила свой осмотр, сейчас покажу те оливы, которые мы предварительно выбрали, вот они две красивые оливы стоят, хочу оливковые деревья, но если мне удастся уговорить мужа, возможно, мы посадим цитрусовые, сейчас я вам покажу. На самом деле, мне нужно понять и узнать, насколько они прихотливы в уходе, по сравнению с оливковыми деревьями, которые мы изначально хотели посадить, которые я и приехала выбрать, посмотреть на них, и интересно, что эти растения стоят 39 евро, то есть нет такого аргумента, как что-то стоит дешевле, поэтому, ну ладно, давай возьмем вот это. Просто нужно будет посмотреть, опять же, за уходом, за тем, какая сторона террасы нужна, какому растению, но мне очень понравились эти цитрусовые деревья, кстати, плоды можно есть, конечно же, единственное, что все зависит от того, чем вы обрабатываете ваши растения, если вы обрабатываете их пестицидами, то, конечно же, есть подобные плоды не стоит, но в целом, насколько я знаю, здесь в Италии достаточно все хорошо и неплохо вызревает и так, и редко эти растения болеют, потому что у моей подруги подобные растения были, я пробовала конкретно вот эти плоды, нечто среднее между маленьким лимоном и маленькой мандаринкой, очень-очень вкусные, чистить не надо, похожие на ягоды, конечно же, дети будут очень рады, если такие растения мы посадим, но посмотрим, нужно взвесить все за и против. А эти горшки, это уже керамика, которая мне очень-очень нравится, так называемая котто, традиционная здесь итальянская, это обожженная глина, насколько я могу понять, все очень красиво, все хочется купить, все хочется поставить, всем этим хочется любоваться, в особенности, наверное, мне, человеку, который видит это не с рождения, не с детства, и вот такие часы вам хочу показать, стоили 20 евро, они на мой взгляд очень-очень красиво, если удастся уговорить мужа, мне бы хотелось иметь такие часы над камином. Ну что ж, дорогие зрители, я хотела, кстати, вам еще одну интересную историю рассказать перед завершением этого влога, уже давно-давно-давно, все время забываю. По поводу тайм-менеджмента часто меня спрашивают, часто спрашивают, как я так много успеваю, я много раз встречала на этот вопрос, я просто, ну, я просто беру делу и практически не сижу на месте. Но вчера я гуляла с Данечкой, на самом деле, мы сейчас гуляем каждый, каждый вечер, когда я его забираю, каждый после обеда, наверное, по-русски будет так корректно сказать, уни-пумы-риджо, и к нам присоединяется все больше и больше других детей с родителями, потому что становится тепло, и вот все вместе мы встречаемся в парке. И одна мама сказала, надо же, как уже чувствуется весна. И действительно, вчера был очень красивый, очень теплый день, и она говорит, уже в 5 утра, в 5.30, в 5 утра, я слышу щебетание птиц, и вот эти птицы, она объяснила, говорит, ну они же такие весенние, действительно, когда приходит весна, они начинают петь очень-очень рано. И другая мама ее спрашивает, а ты что, в 5.30 уже встаешь? Она говорит, да, я встаю, ну мне, говорит, нужно работать, я работаю, как правило, говорит, ну загружаю пару, пару стиральных машин, говорит, развешиваю, достаю, говорит, ну вот просто спокойно какие-то дела делаю. А про этих родителей, именно родителей, не только маму, я хотела вам рассказать в связи с другой ситуацией, потому что я заметила, я вообще на эту семью обратила внимание, у них единственный ребенок, поздний ребенок, и я заметила, что они стараются всегда вдвоем приводить ребенка и вдвоем отводить. При этом они всегда одеты таким образом, чтобы они можно сказать, что они едут в офис. И действительно, как потом оказалось, я уже год их знаю, уже второй год они ходят в наш детский сад, точнее дети ходят вместе в детский сад, в одной группе они находятся. И я узнала, что да, оба они адвоката. А кстати, у мамы адвоката, она сейчас так в офис едет, есть ботфорты, она очень любит ботфорты, тоже как и я, на плоской подошве. Ботфорты трех цветов, серые, примерно рыжеватые, как у меня, и черные. И вот при этом она умудряется выглядеть достаточно офисно, потому что юбка всегда закрывает ботфорты, но при ходьбе всегда видно, что это ботфорты. И делая на них внимание, что они, да, несмотря на то, что им нужно в офис, конечно же, они как и любой родитель, как любые родители торопятся по утрам, но тем не менее, не отводят ребенка вдвоем всегда и очень часто вдвоем забирают. И по разговору можно понять, что потом один из них возвращается в офис. Так вот, ребенка забирала, девочку забирала очень часто няня раньше. Я заметила, что больше не забирает. Ну и как раз таки эта мама говорит о том, что она поняла, что ребенка с малолетства всегда воспитывал другой человек, был очень часто другой человек рядом с девочкой, либо няня, либо бабушки с дедушкой. Ну и в определенный момент они поняли, что воспитание ускользает. Вот прям таки так она и сказала на самом деле. Она говорит, я приняла решение вечером не возвращаться больше в офис, но ту работу, которую я делала в офисе вечером, она делает теперь, я насколько поняла, вставая в 5 утра, соответственно, вот до 8 утра обычно дети просыпаются в 8, в 8.30, наверное, все-таки в 8, соответственно, в 8.30 их уже привозит в детский сад. Соответственно, вот она работает. Вот вам, пожалуйста, еще один пример того, как все успевать. Действительно, у всего есть своя цена, но и все успевать также можно, соблюдая, конечно же, какой-то личностный, удобный баланс для себя. Эта мама не захотела терять работу, она, по всей видимости, она чувствует себя достаточно комфортно, вставая в 5 утра, потому что она не выглядит изможденной. И вот таким вот образом можно ответить с другой стороны, посмотрев на другую ситуацию, на вопрос о том, как же все успевать. Иногда можно просто, действительно, вставая рано, успевать и очень-очень много. Ну что ж, дорогие зрители, туман никак у нас сегодня не рассеется. Такое ощущение, что тумана стало больше. Сейчас примерно 10, 10 утра, и я с вами прощаюсь, желаю хорошего дня, хорошего настроения, хорошей недели. Какой сегодня день, кстати, сегодня среда. Сегодня среда, еще даже половина недели не прошла. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok